Экономический и политический кризис, пандемия, смертность, коррупция, беззаконие – это наша жизнь сегодня. В происходящем однозначно виновата власть, при этом печальная картина действительности сложилась и с нашего молчаливого согласия. Во-первых, мы сами допустили этот клан воров и бандитов к управлению страной. Во-вторых, мы с наивностью доверились власть имущим, мы внимали их обещаниями и пропаганде. И в-третьих, мы отстранились от тех, кто боролся за наши права, за справедливость. Жанна Озен был нашим испытанием, и мы его не прошли. Сейчас есть шанс провести работу над ошибками. Если мы, казахстанцы, осознали свои промахи, если мы хотим повзрослеть, хотим перемен, нам надо постоянно оказывать помощь политическим заключенным и активистам, поддерживать финансово их семьи, дать понять смелым и стойким, что мы готовы разделить с ними ответственность за нашу страну, за наш общий дом. Выжить самому, противостоять несправедливости в одиночку, построить другую страну не сможет группа лиц, даже самых принципиальных и отчаянных. Только вместе мы создадим активное гражданское общество и более не допустим диктатуры. Не стоит искать причин для оправдания своего страха и своего бездействия. Помогайте активистам, если сами еще не готовы к решительным действиям. Сопротивляйтесь, как можете, конформизму, инфантильности. Развивайтесь, обучайтесь и своим пониманием, вниманием, человечностью. Не дайте упасть духом с семьям политзаключенных. Меняйтесь и сами. Только тогда изменения в лучшую сторону произойдут и с обществом, частью которого являетесь вы тоже. Каждый народ заслуживает своего правителя. Мы заслуживаем другого или других решать мне, решать вам, решать нам. Действуйте, принимайте участие в написании важных страниц истории нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok